Слава Украине! Приветствую вас от Павловна. Бавовна, ребята, да еще какая! Сегодня, кстати, не одна Бавовна. Начнем с той, что уже произошла, и что мы точно знаем, что уже есть. Генштаб только что доложил о том, что уничтожена РЛС НЕБО-М. Это огромная вещь, да? Это просто бомба. Объясняю ситуацию. В принципе, мы, конечно, минусуем у расистов каждый день какие-нибудь радиолокационные станции, либо станции РЭП и так далее. То есть, всякую спецтехнику. Но! РЛС РЛСу рознь. Бывают небольшие, которые, скажем так, работают на локальном участке, а бывают глобальные. Например, такие, как станции слежения за спутниками, которых мы минусовали, кстати, в угоду нашим партнерам, потому что нам от них ни холодно, ни жарко, да? Вот. Бывают гиганты типа НЕБО-М. Да. И вообще, там не только НЕБО-М, там вот все семейство НЕБО, это огромные станции, которые, чтобы вы понимали, действуют на высоту беспредельную. То есть, они в состоянии обнаружить одновременно до двухсот целей, значит, на средних и больших высотах. То, что летит там под землей, типа вот, беспилотников, это не их. Но, все, что, скажем так, ну, выше там двухсот метров летит, или ста метров, будем говорить, да, это все они видят. Видят на расстоянии в шестьсот километров, чтобы вы понимали. То есть, это огромная вещь, которая в состоянии, например, такая штука, в состоянии обозревать практически всю территорию Украины. Да. При этом, находясь в стелс-режиме, то есть, ее не видно. Она не видна на радарах, она только поглощает. Но, за счет того, что она, как бы, ничего не излучает, ей нужна большая площадь. И вот она огромная. Это огромная дура, которая стоит на огромном грузовике, там, шести- или восьмиосный, восьмиосный, по-моему, грузовик. Вот. И, собственно говоря, ее разворачивает, и она просматривает. Она видит спутники, чтобы вы понимали. То есть, она на высоту двести километров видит. Вот. Она видит абсолютно все. Спутники, самолеты, баллистические ракеты, крылатые ракеты. Построить ее большое дело. На России их было, по-моему, если я так не ошибаюсь, десять штук. Из них до сегодняшнего дня одну уничтожили в мае, и одну уничтожили... Да нет, это одну в мае уничтожили, и вот одну сейчас уничтожили. Все. Больше, по-моему, уничтожений не было их. Их было всего десять. Сколько их сейчас осталось в рабочем состоянии, мне трудно говорить, но они же не признаются никогда в жизни. Такая вещь стоит больше ста миллионов долларов. Дело даже не в том, что она стоит больше ста миллионов долларов. Дело в сложности производства такой вещи, и в наличии запчастей, чтобы это вообще произвести. То есть, такое небо... Такое небо. Такое небо можно строить и полгода, и год. И каждая такая радиолокационная станция, она бесценна. Она дает целеуказания, соответственно, для своих ПВО. Поскольку, вот, например, мы лупанули атакамсами, она видит атакамс на любой точке траектории, где он находится, чтобы вы понимали. Ну, и в дальнейшем уже дается ли указание там системам С-300, С-400, или что там у них есть, да, С-350, и так далее. И те уже пытаются сбиться, соответственно, тот же самый атакамс. По иронии судьбы, этот объект, небо М, сегодня был уничтожен именно атакамсом. Собода Украина. Собода Украина.